Северсталь новости Новый «Скроповоз» привозит 150 тонн металла. Новые автосамосвалы запускает в работу карельский «Акатыш». Местные умельцы увеличили грузоподъемность японцев на 16 тонн. В Иркуте прошла благотворительная акция. Предприятия города и общественные организации на ярмарке собрали деньги на специальные пневмокостюмы для детей. Эксклюзивно из Череповца в Балаково. Новый «Скроповоз» изготовили на предприятии ССМ «Тяжмаш». Агрегат уникальный. Он сможет перевозить грузы весом до 150 тонн металла. «Скроповоз» собрали специально для сортового завода Балакова. Оборудование уже практически готово к отправке. За последними приготовлениями наблюдала наша съемочная группа. Яркий сразу бросается в глаза. Новый агрегат занимает центральное место в цехе. Над ним еще пока колдуют специалисты, но уже совсем скоро. Желтенький «Скроповоз» поедет в Балаково. И это не первый заказ, который выполняют на «Тяжмаш» для сортового завода. И, как всегда, череповецкие специалисты подошли к работе со всей ответственностью. Для изготовления этого машины у нас была задействована цеха всего «Тяжмаш». Начиная с КМЦ, сварочных. Ну, заготовительного участка – это вырезка, подготовка. Затем сварка, которая происходила в КМЦ. Ну, и изготовление комплектующей «Талия Тормацея» и «Цармова-1». Агрегат эксклюзивный. Изготовлен по спецпараметрам. 4,5 метра в длину, 4 в ширину и 4 метра ростом. Вот такая немаленькая тележка для перевозки металлолома. Вот здесь, в этой весовой раме, будет установлен 65-тонный совок для скрапа. Он и будет перевозить металл. Максимально эта махина сможет поднять до 150 тонн. Машина будет курсировать в скрапном отделении Балаковского завода со скоростью до 49 метров в минуту. А пока, еще на Череповецкой земле, скраповозу предстоят тестовые испытания на торможение по рельсам. И в финале агрегат снова разберут для удобства перевозки. «Скраповоз будет перевозиться автотранспортом. То есть, произведем разборку его. Электрический шкаф поедет отдельно. Две балки, снизу которые находятся, разберутся и по отдельности поедут также автотранспортом. Весовая рама поедет третьим автомобилем». Скраповоз для Балакова уникален не только по своим габаритам, уверяют специалисты. Агрегат будет работать автономно. В шкафу управления установят дизель-генератор. Что-то вроде большой батарейки, чтобы не зависеть от кабельной трассы. Ведь скраповоз будет трудиться на улице. Кстати, именно поэтому агрегат покрасили в ярко-желтый цвет, чтобы видно было издалека. Четыре новых автосамосвала КамАЦУ запустит в работу карельский Акатыш. Специально для этих машин были изготовлены новые облегченные кузова. Теперь вместо запланированных производителем 220-ти они смогут перевозить на 16 тонн больше. Машины приобретены в рамках проекта по переходу на самосвалы больше грузоподъемности. Он реализуется в службе карьерных перевозок уже 4 года. Константин работает на Кате, так здесь называют американские самосвалы Катерпиллер, уже 8 лет. До этого ему исправно служил другой самосвал Юклид. Теперь готовится пересесть на новый японский КамАЦУ. Я уже смотрел на сборке, все то же самое, только кнопки по-другому расположены. Это такой же Юклид. Также все, и двигатель камень у них стоит. И проще, как говорится, меньше наворотов по сравнению с Катерпиллер. Весит одно такое колесо 4 тонны, без дисков. Только резина, всего 6 колес. Емкость бака 4,5 тонны топлива. Общая масса самосвала без груза 146 тонн. Однако за счет снижения веса кузова, а их делают по спецзаказу для карельского Акатыша, увеличится полезная нагрузка. Благодаря этому вместо 220 тонн самосвал увезет 236. А это прямая экономия. Чем больше груза одна машина везет за один рейс, тем она эффективнее. И это не единственное преимущество новой машины. Двигатель внутреннего сгорания вращает генератор, который вырабатывает ток переменного тока. И, естественно, так проводами передается ток на мотор-колеса. Где у нас асинхронные электродвигатели вращают мотор-редуктор. То есть машина едет, грубо говоря, на электрический. Предполагается, что использование самосвалов КамАЦу снизит удельный расход топлива, затраты на ремонт, увеличит производительность и в итоге сократит себестоимость перевозок. Изначально планировалось, что карельский Акатыш закупит 9 японских самосвалов. Вот только неблагоприятная экономическая обстановка и рост курса доллара не позволили воплотить такой план в жизнь. По этой причине комбинат приобрел только 4 КамАЦу, которые, как планируется уже в ближайшее время, смогут начать работу в карьере. На Череповецкой площадке Северстали стартовала большая программа по ограждению транспортеров основных производств. Металлические конструкции делают на дочернем предприятии Северсталь Метис. Причем специально для этих целей задействованы линии в Череповце и Орле. Подробности этих логистических решений в следующем сюжете. Такие ограждения на конвейерах основных производств в Череповецкой площадке скоро уйдут в прошлое. Время изменилось, изменились и стандарты таких ограждений. В соответствии с ними на Черемка разработана масштабная программа по замене конвейерных ограждений. В коксоагладоменном производстве работы уже стартовали. Программа по ограждению конвейеров коксоагладоменного производства рассчитана на три года. Охватывает более 60 километров конвейеров. Программа очень важна для нас, так как влияет на безопасность производства работ персоналом. Новый тип ограждения позволяет сэкономить время монтажа в два раза и позволяет закрыть все вращающие и движущиеся части конвейера. Всего нужно произвести 18 тысяч специальных панелей. За эту масштабную работу взялось дочернее предприятие «Северсталь Метиза» компания «Юнифенс». Требования к новым ограждениям предъявили высокие. Во-первых, ячейка на лажь сетки должна быть 25 миллиметров. Оказалось, что такие возможности есть на Орловской площадке «Юнифенса». В Череповце готовая сетка вваривается в рамку размером 1500 на 1200 миллиметров, причем саму рамку производят из штрипса «Северсталя». Но на завершающей фазе готовые конструкции попадают в цех покраски. Навешиваем на траверсы, она проходит несколько стадий очистки. Это обезжиривание, промывка, снятие налета ржавчины. Потом она проходит в сушильной камере. И через установку «Вагнер» напыляется краска и проходит в полимеризационную камеру, где под температурой 180 градусов наплавляется на сетку. Выходит, мы снимаем и упаковываем. Северсталь увеличила поставки предприятиям строительного комплекса России до 3,7 миллионов тонн в 2014 году. Это на 12% больше, чем годом ранее. Сегодня «Северсталь» предлагает строителям самый широкий сортамент металлопродукции, который постоянно расширяется за счет новых, качественных и безопасных продуктов. Компания участвовала в реализации крупных инфраструктурных проектов, например, возведение новых станций метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге. С использованием череповецкого металла продолжилось строительство западного скоростного диаметра. Мы предлагаем нашим клиентам довольно широкий спектр различного рода сервисов. Это финансовые сервисы, логистические, технические, информационные. Данный набор сервисов позволяет не только удовлетворить основные ключевые факторы закупа клиентов, но и получить дополнительную премию с рынка по сравнению с конкурентами. 2015 год объявлен годом клиента на «Северстале», поэтому мы намерены продолжать данную работу по всем направлениям для удовлетворения потребностей клиентов. Серебряной медалью выставки «Металл-экспо-2014» были отмечены разработки уникальных продуктов для производства металлочерепицы, выпускаемых под брендами «Стальной шелк» и «Стальной бархат». Красивые и неповторимые. Так корпоративная газета назвала подборку очерков о необычных работницах «Северстали». О других событиях в жизни большой компании смотрите в рубрике «Новости короткой строкой». «Северсталь» развивает бизнес-кооперацию в решении вопросов экологии. В результате проведения тендера партнером в работе по утилизации промышленных отходов в текущем году стало предприятие «Природоохранный центр». Оно ориентировано на уничтожение и переработку отходов с соблюдением всех экологических норм. Стоит отметить, что количество отходов, размещаемых медкомбинатом на промышленном полигоне из года в год, снижается. Все большая часть передается предприятиям, вторично перерабатывающим отходы. Печатная версия корпоративной газеты «Северсталь» теперь на площадке компании в Балакове. Тираж еженедельно доставляют на сортовой завод из череповца. Раньше балаковские металлурги могли знакомиться с материалами газеты только на корпоративном портале. Напомним, что в ноябре на сортовом заводе в Балакове начали транслировать корпоративную программу «Северсталь. Новости». В Костомукше прошел фестиваль национальных культур «Кантилитар». В этом году он посвящен 180-летию первого издания эпоса «Калевала». Галаконцерт-фестиваль открыл сводный ансамбль «Кантилистов». Одновременно на большой сцене культурно-спортивного центра «Дружба» играли 45 человек. Всего на главной площадке города выступили 13 коллективов из разных городов Карелии. Генеральным спонсором фестиваля выступил Карельский Акатыш. В Оркуте встретили весну на праздничное мероприятие, которое прошло 1 марта во Дворце культуры шахтеров. Пригласили к детвору. Творческий коллектив подготовил большую развлекательную программу. В конце праздника всех гостей вгостили блинами. Этот символ солнца, которое уже стало появляться в Заполярье, порадовал и взрослых, и детей. Сегодня в нашей предпраздничной программе гостем рубрики «Интервью» стала Татьяна Деткова, менеджер Центра исследования сырья кокса-гладоминого производства Череповецкого медкомбината. Руководит важным подразделением, а в свободное время увлекается экстремальными видами спорта. Рубрика «Интервью». Татьяна Викторовна, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как судьба вас привела в профессию металлурга? Родилась и выросла я в Нижнем Тагиле, в семье металлургов, поэтому как бы особых метаний не было. Окна моей детской комнаты выходили на Нижнетагильский металлургический комбинат. Вид был, тем более, что в восьмом классе, тогда еще в курсе неорганической химии, в учебнике был такой маленький параграф «Доменный процесс». И вот так он меня как-то зацепил, очень понравилось. И в первой же научной конференции, в которой я участвовала в школе, как раз доклад был мой посвящен именно доменному процессу. Закончила институт с красным дипломом, даже не заметив, как. Потом предложили в аспирантуре сразу остаться. После аспирантуры, раззащитившись, приехала на Череповецкий металлургический комбинат. Тоже очень этому рада, потому что одно из самых передовых предприятий именно по внедрению инженерных разработок, по внедрению инноваций в производство. Этим здесь очень интересно. Вот как маленький параграф в учебнике может переломить и определить всю жизнь. Мы часто рассказываем в программе о работниках комбината, о столеварах, прокачках, ремонтниках. А чем занимается Центр исследования сырья, который Вы возглавляете? Основная задача Центра исследования сырья – это определение свойств железорудного сырья, которое используется в доменной плавке. Но особых его свойств – те, которые сырье проявляет, уже будучи непосредственно в пространстве доменной печи. То есть это такие особые тесты, которые проводятся при высоких температурах, в процессе восстановления и еще и в процессе разрушения. Как раз все нагрузки, которые испытывает материал. Потому что доменная печь – это сердце всего комбината. И от того, насколько экономично и хорошо работают все доменные печи, от этого зависит и работа комбината. В Вашей работе есть место открытия? Конечно. А какое-нибудь открытие есть, какое запомнилось Вам? Ну, вообще, конечно, открытий очень много, очень интересных. Но самые запоминающиеся и самые значимые, по крайней мере, для меня – это те исследования, одним из результатов которых становится разрушение стереотипов. Особенно, если эти стереотипы были негативные. Да, было исследование, когда мы проводили, пытались ввести в технологию агломерации новый тип руды. По всей теории это приводило бы к значительному ухудшению свойства агломерата и дальше к значительному ухудшению доменного процесса. Но в результате разработки технологий, конкретных рекомендаций и режимов спекания были предложены такие варианты, что мы смогли и потом в промышленных масштабах ввести эту руду в агломерационную шехту и получить довольно-таки значительный эффект для экономики комбината в целом. И эта разработка тоже была одной из номинантов и призеров в премии Бородина. У вас достаточно экстремальная профессия металлург для женщины. Я знаю, что вы еще занимаетесь экстремальным видом спорта, водный туризм. Что это такое? Ну, не знаю, кажется, что я не сильно экстремальный. Ну, это вам уже, кажется. Да, кажется. Но, тем не менее, я вообще люблю все, что связано с водой. Постоянно, значит, это если крещение, это обязательно купание в проруби. Правда, вот в этом году не получилось в проруби, но, тем не менее, крещенские купания, потому что они у меня как раз в этот праздник, я была в Австралии и искупалась, как положено, по всем традициям нашего православного христианства, но только в Южном океане. А туристическим, вот водным туризмом, именно, занялась совершенно случайно. Меня друзья пригласили в поход, просто матроса одного из экипажей не смог пойти, и я вот так случайно попала, и вот так это затянуло. Вообще, надо сказать, что в Карелию я с первого похода просто влюбилась, и основные, конечно, маршруты у нас, они лежат вот в Карелии. По водным порокам? Да, да. Татьяна Викторовна, наступает Международный женский день, но я знаю, что прямо перед Международным женским днем у вас день рождения. Я вас заранее не поздравляю, примета плохая, но, тем не менее, скажите, пожалуйста, вот не обидно ли вам, что и поздравляют ли вам, дарят ли вам на Международный женский день отдельный подарок, на день рождения отдельный подарок? Или все-таки обделяет внимание в такой день? Нет, ну, на обделение внимания я никогда не жалуюсь, как бы, тем более, что работаешь в мужском коллективе, здесь, конечно, нет у нас металлурги, настоящие мужчины, за что им большое-большое спасибо. Вот, ну, а у нас, скорее, семейная традиция, я бы сказала, которая связана как раз с моим днем рождения, началась она еще в застойные советские времена, когда свежие огурцы можно было купить вот первый раз, это только вот перед 8 марта они появлялись в наших тогда еще скудных магазинах, на наших прилавках пустых. Вот, и окрошку, естественно, первый раз в новом году можно было вот как раз только на эти праздники. И вот так с тех пор у нас в семье повелось, что первую окрошку в новом году мы едим всегда на мой день рождения именно. С наступающим вас Международным женским днем, спасибо вам большое. Спасибо. В Воркуте открылась благотворительная ярмарка «43 дня добра». В ней приняли участие предприятия города, а также общественные организации. Цель акции – сбор средств на реабилитационные пневмокостюмы «Атлант» для детей с опорно-двигательными нарушениями. Компания «Воркутауголь» присоединилась к благотворительным акциям общественников города по сбору средств на реабилитационные костюмы для детей-инвалидов. Один уже куплен. Его примерил воспитанник дома ребенка поселка Воргашор Кирилл Задорожный. Давай, давай, головку поднимай повыше и вот так ее вниз, да? Кивни всем головкой и улыбнись, ты очень красиво улыбаешься. Кириллу всего три года, но он уже перенес клиническую смерть. Мальчик выжил, но остался инвалидом. Врачи поставили диагноз – детский церебральный паралич. Сейчас Кирилл большую часть времени проводит в горизонтальном положении. Медики всеми силами пытаются поставить его на ноги. Костюм, который мы приобрели с помощью наших уважаемых гостей, очень необходим был нашему ребенку, нашему воспитаннику, у которого произошла травма в раннем детстве. И теперь мы очень хотим, чтобы он встал, и он сможет встать и сможет ходить благодаря этому костюму. Деньги на реабилитационный костюм для Кирилла Задорожного собирали всем миром. Часть средств была получена на благотворительной ярмарке во Дворце творчества детей и молодежи. Недостающую сумму добавила компания «Воркутаоголь». Общественники повторили акцию 1 марта. В этот раз она прошла во Дворце культуры шахтеров. Кстати, свою лепту внесли и малыши из Варгашорского дома ребенка. На столах предоставлены работы Варгашорского дома «Малютки». Детки делали сами эти работы. И собранные денежки пойдут на костюмы «Атлант» для деток из реабилитационного центра. Только за первый день благотворительной ярмарки было собрано более 20 тысяч рублей. Организаторы планируют завершить акцию к 12 апреля. За 43 дня добра должно быть собрано более 200 тысяч рублей. На эти деньги будут приобретены еще 6 специализированных костюмов «Атлант». Первый этап эколого-краеведческой программы «Вместе за чистый город» прошел во Дворце детского и юношеского творчества Череповца. Программа реализуется Северсталью и Управлением образования города уже третий год. В этот раз школьники соревновались в конкурсе информационных проектов темы «Экология города и природоохранная деятельность Северстали». На суд жюри пришли работы из 10 учебных и социальных учреждений города. Дети представили видеоролики, буклеты, плакаты и презентации на заданную тематику. Представители Северстали поблагодарили участников за неравнодушное отношение к экологии региона и пожелали новых побед. Я думаю, полезно было бы создавать такие мероприятия все более чаще, чтобы население не задавало таких вопросов и не возникало стереотипов по поводу того, что Северсталь ничего не делает. Обществу надо знать, что делается в нашем городе, что Северсталь старается для нашего города. Молодежный совет «Алкона» провел веселые старты для воспитанников приюта Ленигорска. Ребята поделились на две команды – «Медведи» и «Орлов». По сценарию все игры – проверка, насколько мальчишки готовы стать защитниками Отечества. Испытания непростые. Например, в задании «Военно-полевая кухня» выяснилось, что некоторые мальчишки совсем не умеют чистить картошку, зато отлично могут наложить на равноповязку, что и показали в задании санитары. Еще ребята метко бросали дротики в цель, писали в стихотворной форме письмо товарищу, рисовали государственные символы России и объясняли значение цветов флага. Мне понравилось, чтобы мы еще каждый день проводили такие мероприятия. И очень мне понравилось соревноваться со своими соперниками. Хочу, чтобы еще проводили завтра такие соревнования. Мне понравилось быть в команде, играть в дартс и участвовать во всех этих соревнованиях. Я бы хотел еще в волейболе поучаствовать в соревнованиях. Такие соревнования просто супер. В Костомукше открылась новая музейная экспозиция. Она представляет историю города, как месторождение железной руды и комбината, людей, семей, коллективов и новых идей. Выставка так и называется «Хронограф Костомукшского месторождения». Проект – часть программы приграничного сотрудничества Карелии и Финляндии. Строится рудно-обогатительный комбинат, а вместе с ним поднимается и новый корейский город Костомукш. Таких экранов девять по каждой стене. Между ними ячейки с настоящими экспонатами. У каждого хронологического отрезка свой сенсорный монитор. Нажимаешь интересующую тебя ссылку или картинку на мониторе и тут же получаешь информацию. Видишь подсвеченный в ячейке предмет. Это и есть тот самый гипертекст с гиперссылками, который задумывали создатели экспозиции. Музей стал современным, интересным. Человек может сам познавать его без экскурсовода. Однако вместе все же интереснее узнавать и обсуждать что-то новое. Монитор в центре зала. Девчонки, первыми пришедшие на экскурсию, сразу же окрестили центром управления. Давайте следующий год. Следующий год у нас 1985 год. Давайте посмотрим, какие основные события здесь. И если бы не любопытство, а что еще интересного придумали создатели музея, оторваться от ячеек с непознанным было бы очень сложно. Оказалось, интерактивный кинотеатр. Он поможет в изучении любой темы, но сейчас здесь можно посмотреть фильмы, специально созданные для хронографа. Они знакомят с городом, с историей появления и использования железа, технологиями добычи, руды и производства. Я говорю, сидим на занятиях в школе, и там прям по окнам отражается взрыв, который происходит на комбинате. И мы прям это видим. Теперь мы увидели, как это все происходит. Какие-то взрывы, пары. Вот такое прям кажется, как 3D, можно сказать. Не отходя далеко от экрана, можно поиграть, построить вулканы, примерить форму горняка, сфотографироваться на фоне механизмов. А в будущем и сняться в эпизоде фильма по сценарию из жизни комбината. И это далеко не все возможности экспозиции. Этот музейный гипертекст, хоть и создан специально для Костомукши и конкретно под тему места рождения, при этом абсолютно мобилен. Здесь можно менять годы, тематику экспозиции. Это была программа «Северталь новости». Следите за событиями с нами. Так мы сможем достичь большего вместе. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова